Сороковые, роковые, военные, фронтовые, Где извещения похоронные и перестуки эшелонные. Худят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко, и погорельцы. Погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, слои замузанные ушанки, Где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый, задорный, И у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный, И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, И пайку наглую ломаю, и все на свете понимаю, Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сорковые раковые, свинцовые, порховые, Война гуляет по России, а мы такие молодые. Ну, мне, как говорил Шариков, в собачьем сердце свезло. Не сразу, конечно, я поступал три раза. С третьего раза поступил. Два раза во ВГИК поступал, не поступил. Потом вот работал слесарем, на Урале я жил. Папа у меня был военный, и я мотался за ним. Я жил и в Ленинграде, и в Москве, и в Свердловске, и в Верхневенске, и в Новоуральске. В общем, помотался. И везде была самодеятельность, кстати. Я везде там читал, пел. Вот. Поэтому... Почему я не помню, почему я... После школы, хотя, я говорю, у меня все призы были, все. Я с одноклассниками поехал в Казахстан поступать в летное училище. Поступил. Всю зиму прошел. Уже начал летать весной. Вылетел в день рождения, и все говорили, да, это знаменательно. Но я там организовал самодеятельность, читал, пел. И летчик, который меня учил летать, сказал, как ты любишь свою страну, надо любить самолет. И помог мне в 18 лет уйти из военного училища. Я им бесконечно благодарен. Хотя я не помню ни фамилии, ни имени. Потому что нельзя было в письмах описывать, у кого ты учишься. Военная тайна была. Поехал в Москву, во ВГИК. Вот. Поступал вместе с Никоненко, Губенко, вот этот курс. Я их, конечно, тогда не знал, но просто там вот на моей... В моей группе была Лида Александрова, которая поступила и с ними училась. Не поступил, поехал обратно на Урал к папе. Продолжал самодеятельностью заниматься, работал слесарем. На следующий год приехал, мне во ВГИК говорят, вы же в прошлом году поступали. Как будто все по одному разу поступали. Ну, я почему-то вот был какой-то такой... Как все поступают во все институты. А я как-то вот почему-то хотел во ВГИК. Вот. Даже не попробовал. Сейчас думаю, глупо. Ну, неважно, уже прошло все. Вот. И на третий раз поехал уже в Ленинград. И, не зная этой фамилии, поступил к великому театральному педагогу Борису Вольфовичу Зону. Зон. Вот. Вот. Он учил еще Кадочникова. Когда-то учился в Москве. Вместе с Ктором они дружили до конца жизни. Переписывались. Курс такой. Последний, к сожалению, выпуск Бориса Вольфовича Зона. Через год после нашего выпуска он скончался. Со мной на курсе учились Наташа Синякова, Оля Антонова, Лев Додин, Витя Костецкий. Вот. Мы играли «Сон в летнюю ночь», «Шекспира», «Глубокую разведку», «Крона», «Машеньку» Афея Нагенова. Вот. Это хорошая школа. «Сон» воспринял ее непосредственно от Станиславского. Ему удалось как-то представиться. Станиславский тут его представил. Он разрешил ему присутствовать на занятиях. И последние годы жизни Станиславского он каждую пятницу садился в «Красную стрелу» и на субботу-воскресенье, как он говорил, ехал к Станиславскому учиться. Так что систему Станиславского в ее чистом виде я получил непосредственно через преподавание Бориса Вольфовича Зона. Ну а что такое? Сейчас он преподаю. Что такое система Станиславского? Это способ умения раскрыть индивидуальность актера. Это самое главное. Все остальное уже зависит и от случая, и от режиссуры. Раскрыть природу актерскую, если она есть. Робин Заморыш, портной! Есть, Питер Пигва! Заморыш, ты сыграешь мать Физбы! Тихо! Девушка! Да-да-да-да! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Тоже при вратности судьбы. Сначала весь курс хотели взять Театр Ленинского комсомола, но сменился главный режиссер, и нас, Амур и Зефир, все распроданы поодиночке, как говорит Крепионедов. Я попал в Театр Мускомедии, работал с такими мастерами, как Богданом Чесноковым, Енет, Копыловым, Зоей Виноградовым. Довольно много был занят, но главных ролей не было. В общем, я там был на месте, но мой педагог по речи, Ксения Владимировна Куракина. Она одна из основательниц Театра Ленцовета до войны, была ведущей актрисой в Театре Ленцовета. В наше время же он только преподавал. Кстати, у него замечательный был талантливый сын, Илья Вербах, ставший потом кинорежиссером. Вот я больше раскрылся на речи у Ксении Владимировны. Мне с ней много очень сделали работ, птецких. И вот работая в Театре Мускомедии, я параллельно стал выступать сначала в областной филармонии ленинградской, потом в Лен-концерте. И я, может быть, при Воробьёве я бы и не ушёл. Но тогда я был неинтересным для себя, занят. Ну, наверное, не видел с моей индивидуальностью режиссёром. Но я носил на руках Богданова Чеснокова. У меня один, правда. В мюзикле «Мы хотим танцевать» уносили её. Она играла старую актрису, которая рвётся на молодые роли, и мы её вытаскивали со сцены. И вот поездив сначала, будучи ещё артистом мускомедии, по области, тогда очень хорошо была развита концертная работа. Я во всех дворцах культуры выступал. Приходилось и в общежитиях выступать, и на заводах даже, во время обеденного перерыва, и во время праздника. Я наработал большой репертуар, и, в общем, трудно было решиться, но я ушёл из театра мускомедии. Конечно, если бы тогда был Воробьёв, я бы не ушёл. Это уже Алексей Владимирович Воракиной. Мы сделали много программ. И я изъездил сначала всю область, когда в областной был, а потом, когда перешёл в Лен-концерт, всю страну, до Сахалина. На Камчатке не было, а на Сахалине был. Владивосток, всю Сибирь, Байкал, Урал, европейскую часть, изъездил. От Мурманска, даже ещё севернее Мурманска, Леина Хамаре там, ну, вот был, до Сочи, Баку. Выступал с концертами очень много. Сначала в коллективе «Романтики», потом с своими сольными концертами. Я получил право на сольный концерт. И вот... У меня довольно много чтецких программ. Я подсчитал, сейчас уже забыл, сколько. Довольно много. Не меньше двадцати разных. Потом он перешёл на моноспектакли. Всё-таки школа-зона давала себя знать. Не чисто чтецкое, а я играл. Играл и монопьесы, что ли, где идёт от первого лица. И там, где несколько действующих лиц, приходилось находить какой-то ход на каждый спектакль. Какие учителя у нас были. Они научили нас и двигаться хорошо, и петь, и читать, и даже молчать на сцене, что очень важно. Вот. Ну, если хотите, я покажу вам. Вот я фотографирую, когда были на телевидении. Вот. У меня альбом есть. Там про разных... Потом можно будет крупно это снять. Вот я сделал страничку. У меня про всех здесь. Про Лёва Удодина есть, про Наташ Тинякова. Вот, видите, Костецкий тут. Вот он с Виноградовой спектаклем. Это вот мы внизу идём с Карасиком с телевидением. А это я на телевидении снимал его. Это в одной из передач так встречаюсь. Их нашли? Нет. Но ищут повсюду. Поймают. Не надо бы их трогать. Мир велик. Всем хватит места. А всё-таки их убьют. Надо слушаться сердца. Они хорошо сделали, что сбежали. Обманывали друг друга, но кровь своё взяла. Кровь своё возьмёт. Надо следовать велению крови. Но если кровь появится на свет, её впитает земля. Ну и что же? Лучше истечь кровью и умереть, чем ждать, пока она загниёт. Молчи. А что, ты что-нибудь слышишь? Нет. Теперь он её ласкает. Они созданы друг для друга. Найдут их и убьют. Но они, наверное, уже смешали свою кровь. И теперь это два пустых кувшина. Два высохших ручья. Думаешь, вырвутся беглецы из круга? Трудно. Вокруг на десять миль ножи и ружья. Мне б хотелось поздравить дворец От последнего выпуска зона. Если б был я сатир и творец, То хохмил бы здесь тридцать сезонов. Почему я не Белинский с капустнической силой Белинской? Я б не дал, чтоб сей дар Исполинской В эпирете, в канкане пожух. Если был бы я не шляпой, То другие прошёл бы этапы И попал в золотые остапы Сквозь четвёртую стену, как жук. Однокурсников всех обойдёшь, Отхлебнув в заведенье петейном, То с Ксамариной, но не зайдёшь, Не в большой дом, в театр на Литейном. И пройдя проспектом Невским В театр имени Комиссаржевской, Вдруг к Литвиному призом Гешевским С итальянской вбежишь с мостовой. А по радио Горькова Режиссёрское слышится слово, На лентфильме узришь с Малякова, На эстраде стоит московой. Над Порожской с Манчистовой тош, На театре уж тридцать сезонов, Даёшь детство и юность даёшь, Даёшь тюз по наследству от зона. Здесь когда-то с Петрашевским На плацу казни ждал Достоевской, А теперь задом к публике детской Грибоедов на стуле, увы. Страсти тюза всем знакомы, У секири на стыке в балдоме, От фанатов недолго до комы, От детей не сносить головы. Плододворен он бывший линком, Ох, не зря тыкки смотрят чертёнком, С комсомольским он секс-огоньком, В пятьдесят разродился ребёнком. Браво, Вова, тыкки Вова, Перегоним-ка мы табакова, И рядишь ты ещё вот такого В девяносто мальчишеских лет Жизнь клоака, но однако Авраам породил Исаака, И познали мы таинство брака, И конца размножению нет. Мимо Екатерины пройдёшь Через садик с улыбкой простецкой, Под квадригу в театр попадёшь, Где ногою ступает Костецкий До подмостков, до великих Он учился у зона в Лгитмике, Рядом с нами обучен музыке, А потом стал премьер оперет. Он бы мог быть в Мринке, Но, увы, там поют по старинке, Потому-то он в Александринке, Бон-Ви-Ван, Жан-Премьер Гран-Кокер. Магазин Елисеевский есть, Под пятой у Антоновой Ольги, От комедии он полнится весь, Смех сквозь слёзы от цен, Да и только с Филуменом Артуранским, Темпераментом сверхитальянским, В брызг арбуз разобьёт эстраханский, Если в гневе, Сергеевна, держись. В эстеническом синдроме Вся страна всё как в страшном погроме, И в актёрском нетопленном доме Тоже странная-странная жизнь. Хорошо над Москвою рекой Примадонною быть Тиняковой, Но полёт триумфальный такой Начат с аэродрома Ленкома. Комсомолка, доброволка В БДТ-ты ушла в самоволку, И москвичкою не в тихомолку Стала в юрский период войдя. Вместе с нами доброволка Выезжала в колхоз на прополку, В стоге сена она не иголка, От Ленкома до МХАТа дойдя. А у нас над Невою рекой Режиссёр Лев Абрамович Додин, Знаменитый, известный такой, И для славы всемирный пригоден. Вместе с нами он учился, От того-то такой получился, Постановками он отличился В МХАТе, Тюзида и в БДТ. Он ведь тоже с курса зона, Он теперь популярник об зона, Он и в Кирише, и в Аризону На гастроли везёт МДТ. Жизнь большую мы с вами прошли, На подмостках мы не были лживы, К пограничной черте подошли, Слава Богу, пока ещё живы. Чувство сцены чуть хмельное, На премьере волненье шальное, И биенье сердца взрывное, Из студенческих лет чистота. Маховой родные стены, И напутствие зона бесценны, Настоящая жизнь лишь на сцене, Остальное же всё суета. Жизнь прошла, В смысле, я веду Не прощаться с жизнью, А вот оглядываясь, В любом случае, сколько бы ни прожил, Сзади уже больше, чем впереди. Да, вот ещё у меня Сохранился альбом Тех времён, когда мы с Витей преподавали, Это, значит, музыкальное училище При Ленинградской консерватории Блёскивает В 88-91-е годы. Вот мы здесь, Возле театра мускомедии, В аудитории. Вот мы здесь На занятиях Это возле Русского музея В скверике Тоже мы гуляли Со всей нашей Группой Вот Вот тоже возле памятника Пушкина Это уже наши ученики здесь Хорошая память Иногда встречаешь И С благодарностью вспоминают Ребята, наши занятия Так что Школа Зона Продолжение системы Станиславского Жива Жива Лучших актёров Вот нас видите тут В обнимку Это на занятиях Не очень хорошего качества Фотографии Но что есть Что сохранилось Так что Гул затих Я вышел на подмостки Прислоняясь к дверному косяку Я ловлю в далёком отголоске Что случится На моём веку На меня наставлен Сумрак ночи Тысячью биноклей на оси Если только можешь Ава, отче Чашу эту мимо Пронеси Я люблю Твой замысел упрямый И играть Согласен эту роль Но сейчас идёт Другая драма И на этот раз Меня уволь Но продуман Распорядок действий И неотвратим Конец пути Я один Всё тонет В фарисействе Жизнь прожить Не пули Перейти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok